всем привет друзья с вами мама и сегодня не будет видео о том как я apple бей на 30 ранг сожалею об этом потому что будет еще круче видео сейчас мы купим скины попытаемся добить 32 ранг сразу просто перешагивать через две планки и у меня тут ровно 30 гемас есть давайте покупаем нас по-любому будут ждать тяжкие каточки так что ребят сразу закидывайте лайк чтобы поддержать за старания но еще я хотел бы сказать спасибо большое за то что мы добили 400 к это очень круто окей посмотрите спустя фиг знает сколько времени у меня остается всего лишь 4 каточки у пацанов 32 ранг уже был мы уже сливали но чтобы понимали пришлось переснимать где-то два раза потому что если записывать все катки вместе с поражениями ушел бы час может быть больше но в общем приходится постоянно если ты сливаешь приходится перезаписывать и суть не в том что я скрываю поражение суть чисто в том что если ты там тебе остается однако . ты сливаешь откатываешься грубо говоря там на минус 2 на минус 3 зависимости от кубков все по новой писать учитывая то что ты до этого уже три катки записал это получится примерно 78 каток но и того но грубо говоря некоторые катки могут доходить до до так сказать финального свистка там 10 и так далее грубо говоря по две с половиной минут там от 7 от 7 8 каток это может быть прям сумасшедшая цифра конечно некоторые катки идут быстро потому что не всегда кидает против лютых топовых челиков но сейчас мы забиваем за 30 секунд но а следующий гол может быть спустя там две минуты его может вообще не быть а когда попадаются топовые челики там и дополнительное время может ничью уходить поэтому чисто в этом суть ну короче ребята эта карта в любом случае прикольно именно для by потому что центр здесь очень дальний и кто бы на центре не был неважно пайпер или пчелка там уже все решает чисто все эти обстоятельства конечно есть такой нюанс что ой-ой-ой чертик ладно зато тара перебьет ее и окей а прикол в том что обстоятельства тоже решает то что если фланг просядет возможно набить центр можно потерять но в целом медуля для нее прям идеальная тут просто стреляешься накидываешь помогаешь по флангу это очень круто очень крутая карта и она мне очень нравится но я считаю что наби пока не очень получается у меня играть хотя некоторые капки выдаю прям лютые но все равно этого иногда бывает недостаточно так окей давайте сломаем сразу чертика убиваем тару блин у меня нету счета я забыл же вот эта тема за ней конечно от следить но когда супер потной катки иногда это не получается делать в любом случае надо знать если у тебя медовая броня либо ты ее уже терял это иногда может прям люто порешать роза чтобы понимали роза где-то на открытой местности по разам это вообще такая легкая добыча для меня просто даешь ей заморозку даешь два так сказать жестких выстрела и все до свидули так очень опасный момент давайте пока не болтаем потому что сейчас может быть будет гол не он промазал но я там если что сбоку был теперь надо снести эту тару она очень мешается ладно выстрел даем все смотрите ребят роза смотрите тыка ну конечно тут все навалились вместе но что вы понимали по разам если с такой дистанции заморозить если она не успеет подойти если еще есть медовая броня даже роза щитом не факт что что-то сможет сделать короче би очень жесткий бравлер отправляемся дальше нам осталось снова три каточки как обычно бывает ребят почему я еще поржал знаете потому что у меня останется один кубас то есть в итоге мы такой планки дошли где теперь нужно еще одну победу сделать сверху это просто пипец окей у них фрэнк довольно таки нестандартный пик потому что фрэнка здесь не всегда встретишь но видать они планируют на нем останавливать всех танков но не тут то было у нас то танков нет у нас вот такой знаете у нас такой противный турнирный пик который можно задавить чисто таким залетом там дэрил там мортис и чисто такая тема которая просто залетит и на шару быстренько забьет но если ты берешь какие-то пики которые так чисто постреляться то будет довольно тяжело против нас потому что у нас все три они не супер живучие но они все накидывают все со стороны держатся и так далее и я не знаю хорошо это или плохо то есть можно победить хорошую тему которая реально сильная но проиграть каким-то рандомным челиками знаете почему это потому что у них нестандартные пики и вот именно об этих пиках я и говорю и сейчас сейчас наша тара не забивает фрэнка стоит ульту так меня тут поджимают но отлично мы сбили и медовую броню тем временем я чертик хелит фрэнка положили если бы не чертик я бы умер потому что как раз осталось 300 хп так теперь меня да все меня загасили но самое главное 10 побеждаем и держим пока у их ворот если и у и если мы не сможем так сказать держать центр то будут проблемы понимаете в чем суть футболе то же самое что и в гемах многие но конечно я же много раз говорил что конечно может зарешать сама ситуация что кто-то залетел на шару и забил просто но все равно большинстве случаев ой 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 в основном очень важен так сказать контроль контроль важен потому что если ты кого-то убиваешь на центре пока ты дойдешь до ворот уже эти челики снова появятся если ты их контролируешь где-то у ворот и убиваешь там там уже это не поможет там уже придется пропускать гол и сейчас нас просто задавили силой фрэнк просто на шару старый зашел но сейчас карта раскроется ребят и будет им труба потому что фрэнк вообще ничего не сделает там будет надежда только на вражескую тару и наби для их команды потому что фрэнк это все уже будет пушечка для нас пущенное мясо так окей он накидывает но у меня еще медовая бронясь и отлично мы забиваем ребята и у нас остается буквально таки две каточки плюс 5 это 94 две каточки если бы было плюс 6 то всего одна о это походу рандомная команда но признаюсь честно иногда рандомов опасаешься больше больше нежели чем какой-то сыгранной топовые команды потому что рандом и иногда реально какую-то дичь по наберут и потом фиг их остановишь так не то не то джесси и гляньте у них начало вообще какой-то нестандартное было джесси пошла с фланга накидывает и тут тара так окей скидываю мяч но это первый гол ульта у меня есть если заморозить любого из них то все блин заморозка у нее очень имбово если реально попадать правда я не всегда попадаю так джесси крутится но я конечно всех раз всех вас рад видеть но прикол в том что иногда бывает что вот так вот круче все круче вся тебе потом боковой там от прямо прилетает и ты просто падаешь и пропускаешь гол поэтому на такие вещи я в серьезных катках никогда не реагирую это очень мешает так что тут никакой это не зазнаешься чисто чисто не отвлекаясь сфокусирован на победах остается один кубас надеюсь получится это сделать ох ты ёшкин кот как назло кидает против но как я говорил сильная тима это крутая вещь но не всегда они даются легко иногда получаешь люлей просто люто есть тут ребята одна команда одна команда она сейчас тоже играет и у них уже все три бравлера на 35 ранге и мы их уже встречали по моему в другой день когда я на косаре апплса в гемах встречали то ли выиграли то ли проиграли не помню но мы их здесь встречали они нам уже давали люлей они нам валили ли и они опыта на 30 блин какой 36 его же нету они опыта на 1300 ребята у них уже у всех 35 ранг и они дальше опыта это просто жесть и блин очень обидно было им проиграть потому что там как раз таки тоже не хватало каких-то мелочей прям 1 к точке по моему то ли 2 к точке мы попались на них это просто жесть сейчас тут очень напряженный момент мы продавили со всех флангов и пайпер на кстати пайпер тапнула пайпер спалилась что-то по и просто ну окей даже если бы не тапнул все равно забили бы теперь минута 25 нам либо надо второй организовать гол либо уже додержит потому что но у них пайпер есть надежда в прессинге будет только на тару и только на дэрила потому что пайпер прессинговать не особо может а мы можем прессинговать и вот это вот это самая главная фишка набиваю блин два раза вернулся третий раз уже не смог это главная фишка наби потому что ей без разницы поджали ее или нет она всегда выдает сумасшедший урон и в этом плане она немного лучше пайпер но у пайпера немного быстрее выстрелы летают но и урончик под кустом конечно чуть помощнее нежели чем тут надо еще два выстрела по поймать блин я по-моему да ай она успела меня положить так бы я мог бы еще попытаться забить но остается 36 секунд остается один кубас ребята кинула против очень сильных челиков надеюсь мы держим так 30 секунд дэрил один залет просто один залет дэрила и может все изменить так что тут до последнего вообще нельзя расслабляться 20 секунд остается считанные секунды бывали на ребят до 35 ранга меня затягивают и край со сразу помогает но край соло убивают да блин нафиг я вышел и у ее опасно хорош хорош все отлично ребята мы сделали 32 ранг поздравьте можете поздравить ребята потому что ох ты ёшкин кот у них по 1100 тоже короче он заподлянку жесткую хотел нам сделать под последнюю каточку под крайнюю каточку и ребята божья коровка 32 ранг очень красиво выглядит что красный что черный ей очень идет но мы будем отправляться за тем рангом который тоже может подойти это 35 ранг надеюсь вы поддержите в этом плане в общем ребята как то так короче я решил что придется вырезать то прощание который я записывал в конце после того как взял 32 ранг потому что мы решили еще немного покатать и вы не поверите мы попались на эту тему которая аплется на 1300 и давайте мы с вами заценим повтор и посмотрим как а вообще тут катка обстоит это очень потная катка была потому что сейчас мы смотрим уже с вами реплей потому что я не записывал в живую я после того как добил 32 запись выключил и нас ребята поджали нас поджали потому что ребятам пришлось поменяться таро не может стать против спайка и она пошла направо пока мы меняли фланги нас поджали пока цели и задавили и теперь две минуты буквально таки 30 секунд и нам забивает гол это очень обидно и эта команда очень сильная каждый на своем бравлере уже нехило разыгрался коли у них там ну коли это не коли а коли это коли еще будет вот такое вот слово есть я замечал что в комментариях не все это слово понимают но и вот если они уже на 35 ранг всех своих апнули бравлеров то есть но на которых они сейчас играют получается что они на них уже нехило разыграны я не знаю чем они занимаются нафиг им эти 1300 кубков все равно заберут но они реально решили газовать дальше и сейчас сейчас мы попытаемся отомстить за то поражение когда мы апались на 32 ранг они нам нанесли такое поражение но пока у нас все плохо они заняли оборону 01 проигрываем осталось минута и время уже давит против нас типа когда ты проигрываешь психологически немного сложнее становится играть потому что ты понимаешь что время поджимает надо ускоряться начинаешь допускать ошибки и это конечно сложная тема учитывая то что здесь против нас играют очень жесткие челики окей осталось ребята 40 секунд и мы тем временем там спайк на спайк разменялись но для красной команды это намного выгоднее меня тут тоже уже поджали никак отсюда не выйти у bird положение намного лучше нежели чем у меня во первых я его не вижу из кустов когда он планирует выйти во вторых ему удобно и комфортно сначала кинуть стыку потом сразу спрятаться и я могу не успеть реагировать я могу наперед давать только наперед давая но но он может это видеть и здесь пошла затяжка тары ребята 10 секунд остается убиваем убиваем карл убивает би и по мне он не попадает но даже если бы попал я думаю бпгс все равно смог бы забить потому что они еще далеки были до выхода и буквально таки на 10 секунде до конца игры мы забиваем это просто жесть но не на 10 там даже меньше было и теперь мы сразу начинаем их поджимать карл коцаны наш край солд добивает добивает вражеского спайка мы вместе старый наваливаемся на карла ребята и это реванш мы отомстили за то поражение просто посмотрите на их кубасы это жесть 1000 в 1286 но куда еще больше хорош угомонитесь дайте пацанам 35 ран капнуть что вы издеваетесь то но если они конечно не угомоняться если они еще будут играть то мы готовы принять этот вызов и играть с ними дальше такой вот интересный ролик получился если вам вам понравился то закидывайте лайк но я постараюсь для вас сделать еще какой-нибудь более интересную годноту всем удачи ребята и всем пока